Оперативное совещание в правительстве Республики Башкортостан в минувший понедельник прошло на удивление По расписанию, а то мы начали уже привыкать, потому что все эти праздники и торжества сбивают нам ритм и график Ну, в общем, в этот раз случилось Хабиров сделал очень краткое вступление, как он сам сказал, ну и, конечно, фолклориада Почему-то в этот момент на экране показали пролет боевых самолетов Далее Хабиров выразил надежду, дословно цитирую его Надеюсь, что тяжелых последствий каких-то не будет Судя по всему, в подсознании у Хабирова все-таки какие-то опасения существуют по поводу вот этого мероприятия И, завершая краткое вступление, Радий Фаридович подтвердил перенос ограничений в области общепита и сервиса в Республике Вуфе до 26 июля Пока до 26 июля А также он сообщил нам радостную новость о том, что в ближайшие выходные мы будем отдыхать аж целых 4 дня Потому что он очень рекомендовал 19 июля, понедельник сделать выходным А 20 июля Курбан-Байрам и вот будет у нас суббота-воскресенье и понедельник-вторник выходной Далее традиционно заслушали первый доклад Министерства здравоохранения о ситуации вокруг COVID-19 Доклад делал почему-то заместитель министра здравоохранения Засяткин Игорь Борисович Который с перепугу назвал дорогого Радия Фаридовича глубоко уважаемым Сообщил нам Игорь Борисович о том, что заболевших в Республике зарегистрировано 43 564 человека Прирост составил 0,5% в сутки При том, что в России в среднем это 0,4% 3060 коек развернуто в Республике на данный момент и занято из них уже 85% Прирост за истекшую неделю составил 3% Я посчитал, что за последние две недели прирост занятости коек составляет уже 5% И мы на 5% уже как бы нарушили рекомендуемые 20% резервы коек Что говорит о том, что в Республике не все благополучно с COVID-19 По поводу вакцинации господин Засяткин сообщил нам две интересные цифры Первым компонентом вакцины вакцинировано 739 тысяч человек А вторым компонентом 420 тысяч человек Собственно, вот эта разница, которая составляет аж целых 319 тысяч человек То есть практически половина из тех, кто вакцинирован первым компонентом Из них половина не вакцинирована еще вторым Мы знаем о том, что разрыв между первым и вторым уколом вакцины составляет 2 недели То есть господин Засяткин утверждает, что за последние 2 недели Вакцинировано первым компонентом столько же, сколько было вакцинировано за все предыдущие месяцы вакцинации Но это очевидное вранье Особенно учитывая то, что даже Хабиров отметил, цитирую дословно Темпы вакцинации снизились за эти выходные, потому что было много мероприятий Вот здесь господину Засяткину вопрос Мы уже привыкли к этой лукавой бухгалтерии нашего Минздрава Но, честно говоря, настолько ошибаться и настолько давать недостоверные цифры Это, конечно, по меньшей мере неприлично Совыступающей по первому вопросу традиционно была Анна Андреевна Казак Видимо, по нашей просьбе ее обратно вернули в эфир Была она, как обычно, в своем великолепном малиновом мундире И сообщила нам о том, что заболеваемость COVID-19 растет в республике Башкортостан А далее, комментируя произошедшее во время фолклориады Анна Андреевна в своем ключе традиционно напустила дыму и запутала ситуацию В частности, я говорю, что сначала она сообщила нам о том, что 16 человек при въезде Были выявлены как носители вирусов из числа гостей фолклориады Ну, то есть каждый сотый гость фолклориады был все-таки чем-то инфицирован Далее, в своем докладе Анна Андреевна уже упоминает 28 человек Выявленных как носителей вирусов, в том числе вируса COVID-19 Ну, вот непонятно, то ли еще 28 выявили, то ли всего 28 вместе с теми 16 Ну, повторюсь, Анна Андреевна большой специалист по докладыванию чего-нибудь так, что было ничего непонятно Далее все шло так же по плану, но стало очень смешно Потому что вторым докладом всегда идет доклад о состоянии дорог, ЖКХ и ЧС Но Хабиров даже не стал спрашивать Морзаева, не желает ли он отказаться от доклада А сам сказал, дословно цитирую Мы, наверное, эти доклады, имеется в виду Алан Викторович и Булушева, не будем заслушивать А сразу заслушиваем доклад об итогах 6-й всемирной фолклориады в Башкортостане Конец цитаты Ну, конечно, ради Фаридовича зачем слушать про ЖКХ, про дороги Тем более, что в ЖКХ и на дорогах у нас все в порядке У нас везде есть разметка, у нас отремонтировали улицу Комсомольскую, бульвар Брагимова Ну, многие объекты, все же закончилось, да что там слушать, там все прекрасно А вот про фолклориаду, вот это же особенно приятно И, в общем, сразу перешли к третьему вопросу, триумфальному На арену была выпущена Амина Шафикова, которая показала ролик про фолклориаду, даже два Которая отчиталась о всех показателях и достижениях этого волшебного феерического мероприятия В частности, она нам сообщила, что приняло участие все-таки 57 стран Вот стоит на своем и все Хоровод на 2700 человек и на 71 национальность поставил мировой рекорд Также пилотажная группа выступила на закрытии фолклориады А в ролике БСТ примечательно, ну там все было очень красиво, все благодарили, говорили, что Башкортостан это такой Башкортостан Но примечательно, что в ролике БСТ мелькала делегация из Узбекистана, которая, по словам Шафиковой самой На предыдущих ее выступлениях была признана инфицированной COVID-19, была там всячески изолирована, удалена и помещена во всевозможные обсерваторы Но в ролике БСТ делегация Узбекистана благополучно мелькала Также Шафикова сообщила, что всего мероприятие фолклориады посетило более 300 тысяч человек Приняло участие 22 муниципалитета республики Башкортостан По версии Шафиковой, 10 миллионов человек посмотрели в сети мероприятие фолклориады Правда, она не сказала, как она это посчитала С грустью в голосе Амина Ивниевна сообщила, что решение о проведении детской фолклориады все еще не принято И будет приниматься и вовсе в ноябре Зачем-то Амина Ивниевна сообщила нам о том, что 80% прибывших гостей были вакцинированы А дальше и вовсе было смешно Она отчиталась о фактических результатах фолклориады Заключаются они в следующем Хорватская делегация научилась играть на Курае А американцы хвалили башкирскую Кока-Колу И говорили, что она существенно вкуснее проклятой буржуйской американской Кока-Колы В общем, Хабиров сидел, светился, слушал вот этот весь бред В конце повелел всех наградить Всех, кто принимал участие в фолклориаде, кто ее обеспечивал Ну, в общем, праздник продолжается Четвертым вопросом оперативного совещания был очень странный вопрос Ну, странный с точки зрения, как бы, важности, актуальности, да Но если задуматься глубоко, а мы это обязательно сделаем То станет понятно, почему этот, в общем-то, незначительный и ненасыщенный какими-то результатами вопрос и доклад появился на оперативном совещании Доклад этот был о развитии геопарков Янгантау и Таратау Делал его первый вице-премьер правительства Республики Башкортостан Муратов Рустам Хамитович Который отметил во первых строках, что, в общем-то, отсутствует законодательное регулирование самого такого понятия, как геопарки в Российской Федерации Что Башкирия в этом смысле пионер И что они уже практически разработали проект закона, который надеются превратить уже в настоящий закон, по крайней мере, региональный осенью 2021 года Разработан, по словам Муратова, комплекс механизмов субсидирования, выделения грантов инвесторам в геопарках И все это будет способствовать созданию туристической инфраструктуры вокруг Таратау и Янгантау В частности, Муратов сообщил о том, что конкретно собираются там делать и сколько это будет стоить В геопарке Таратау будет предусмотрено строительство визит-центра и экотропы с лестницей Все это обойдется в 280 миллионов рублей в геопарке Янгантау, который пока осваивается за счет средств самого санатория Тоже предусмотрено строительство экотропы с лестницей, визит-центров Еще будет историко-культурный центр, этнокомплекс, ну и прочие всякие интересные штуки И все это вместе на два геопарка обойдется примерно в 1 миллиард рублей Строительство объектов геопарка Таратау, вот на это обращаю особое внимание Запланировано уже в октябре 2021 года Муратов посетовал, что вопрос о включении Таратау в список объектов ЮНЕСКО Пока еще не решен и будет рассматриваться только в декабре 2021 года Хабиров выслушал Муратова и сделал очень странную ремарку Которая на самом деле очень важна Дословно он сказал, что мы правильно работаем, но торопиться не нужно На Таратау мы бы хотели, чтобы люди ходили по тропе, а не вправо-влево Конец цитаты Собственно, почему я так заостряю внимание на этой цитате Хабирова о том, чтобы люди ходили по тропе и не ходили вправо-влево И вообще, почему я недоумевал сначала, откуда взялся этот доклад, а теперь понимаю откуда Судя по всему, властям республики Башкортостан и лично Хабирову не дают покоя события августа 2020 года, которые случились на горе Куштау Именно то, как население успешно отбило и опровергло решение самого Хабирова о том, чтобы отдать гору в разработку БСК Вот это является такой черной отметкой в истории правления Хабирова Хабиров никогда не забудет того позора, который он претерпел на этой горе, стоя под дождем с мегафоном и уговаривая людей разойтись Потому что он прекрасно понимал, что если люди не разойдутся, если конфликт продолжится, то ему прилетит из Москвы так, что мало не покажется И возможно, что сам он улетит в Москву на специальном самолете В общем, вот это, по всей видимости, и является причиной вот такой вот спешки и какого-то, значит, старания по поводу наведения вот этих геопарков Горы стояли миллион лет и постоят еще пару миллионов, если только их не начнут рыть какие-нибудь энтузиасты БСК Но, тем не менее, мы видим, как торопится Хабиров навести вот эти тропы с заборчиками Чтобы, не дай бог, священные горы не превратились в символ победы населения и народа Башкирии над необдуманными решениями властей Башкортостана Повторюсь, Хабиров никогда не забудет этого позора и сделает все, чтобы вытеркнуть из памяти населения вот эту победу на горе Куштау в 2020 году Именно этим я все-таки объясняю подобные, значит, движения, вот этот вот миллиард, который спешно выделен на вот это мероприятие Прямо скажем, не самая горящая потребность в республике, но миллиард будет истрачен Несмотря на то, что Хабиров сам отменил выступление Морзаева по поводу ЖКХ и дорог Алану Викторовичу не удалось отвертеться на этой оперативке от доклада И пятым номером шел доклад о ходе проведения капитального ремонта на квартирных домах Ремонта подъездов и благоустройства дворовых и общественных территорий Морзаев сразу оговорился, что он не уложится в пять минут Морзаев выдал количественные показатели работы его министерства А именно то, что 798 домов в этом году подвергаются капитальному ремонту Из них 148 домов уже прошли полностью этот ремонт В 372 домах ремонт продолжается А в 272 домах он даже и не начат Впрочем, Морзаев оговорился, что таков сложный график капитального ремонта Что эти 272 дома непременно отремонтируют до 1 декабря 2021 года Также Алан Викторович сообщил нам удивительную вещь Очень важную, за которой мы будем следить потом очень подробно Он сообщил нам о том, что начата установка автоматического погодного регулирования Неких устройств, которые будут подключать отопление в домах В соответствии с погодными условиями То есть, когда холодно, включится отопление Когда тепло, отопление отключится Мы все помним, как мы мерзнем в начале сезона И как мы задыхаемся в конце отопительного сезона Когда наши поставщики этого отопления Нещадно жгут уголь и мазут Чтобы только подзаработать на этом все В частности, Морзаев сообщил, что целых 78 домов Будут оснащены вот этими умными системами Напомню, что в республике Башкортостан Свыше 5000 многоквартирных домов И, соответственно, 78, вот понимаете Судя по всему, это некий эксперимент Потому что Морзаев оговорился о том, что Вот после того, как запустят эту систему Ее посмотрят, посчитают И он предполагает, что количество тепла Которое можно будет сэкономить при помощи этой системы Составит 15-20% Правда, Алан Викторович осторожно избежал вопроса того Снизится ли при этом цена за отопление у жильцов этих домов Не настроена ли эта система на то, чтобы отопление экономили только поставщики А вовсе не получатели этого отопления Зачем-то вызвали в эфир госпожу Прочаковскую Которая с жаром сообщила дорогому Радию Фаритовичу о том, что по сравнению с 2020 годом Картина в области капитального ремонта радикально другая Как выяснилось госпожа Прочаковская От граждан поступают единичные жалобы Но, видимо, эти жалобы поступают от тех единиц граждан Которых еще не забанила в системе инцидент И в аккаунтах дорогого руководителя сама Елена Анатольевна Прочаковская Пока Морзаев молотил эти бодрые цифры Камера охватывала зал, показывала присутствующих И примечательно было, как скучал Александр Геннадьевич Сидякин Он грыз ногти, ему было отчаянно скучно Видимо, он отсчитывал последние дни пребывания в этом шапито Под названием правительства Республики Башкортостан Потому что, судя по всему, мы теряем главного лифтера Башкирия Он покидает нас и уходит в Государственную Думу И ему действительно отчаянно скучно Но вернемся к докладу Морзаева Который, как он и предупредил, был длинным То, что касается ремонта подъездов Здесь, конечно, программа существенно просела По сравнению с прошлыми годами 306 подъездов всего ремонтирует в этом году Господин Морзаев на всю республику Потратит он на это дело 222 миллиона рублей В среднем это 725 тысяч на подъезд И всего 112 домов будут отремонтированы В смысле подъездов в этом году Морзаев бодро заявил, что во всех подъездах идут работы В 158 подъездах работы завершены Окончание работ 1 сентября У него никаких опасений нет Далее заговорили о болевых точках капремонта Помните, да, сколько было претензий Особенно в Стрельтомаке по поводу ремонта кровель в прошлом году И вот в этот раз выяснилось, что тоже Из 45 ремонтируемых кровель в многоквартирных домах После капремонта 30 оказались с нарушениями Как-то это не вяжется с этой пасторальной картинкой Морзаева Опять затопили 7 квартир Обнаружено 7 свалок мусора на крышах домов Ну и так далее, и так далее В общем и целом, конечно, если вот Вот с этой точки зрения То картина не сильно изменилась По сравнению с беляевским капремонтом Но у Морзаева звучит все более бодро И так убеждает он очень тщательно ради Фаритовича Что он все делает значительно лучше, чем беляев Ну, собственно, так это все и звучит Но при поддержке Прочаковской Это звучит так, что Все малочисленные замечания и недоделки Были локализованы Как сказали комментаторы этой ситуации в докладе Также Морзаев нам сообщил о том Что в планах у него полная цифровизация дворовых территорий И перешел к теме федерального проекта Формирование комфортной городской среды В частности, по этому проекту Это уже более денежный проект Выделено денег Морзаева на это дело Аж 2,2 миллиарда рублей 146 общественных территорий Он планирует благоустроить до конца сезона Там в том числе 13 этих объектов победителей конкурсов И так далее, и так далее Меня немножко настораживает Очень низкое кассовое освоение этого проекта Из 2,2 миллиарда рублей Кассовое освоение на данный момент всего 10%, 216 миллионов Но Морзаев клянется, что все работы он завершит к 1 сентября Очевидно, ошеломленный докладом нового министра ЖКХ Хабиров Как-то так аж задохнулся слегка в попытке прокомментировать Но дал всего лишь поручение через 2 месяца снова отчитаться о проделанной работе Собственно, что я могу сказать по поводу этого грандиозного доклада господина Морзаева Тут есть два варианта Первый, это то, что Морзаев наконец-то нашел свое призвание в жизни Он напрасно работал налоговиков Напрасно он работал в Министерстве транспорта Там действительно ему было нечего делать Он все дело запорол Его призвание ЖКХ Ну, судя по его докладу Потому что так прекрасно в ЖКХ Даже при Абаме не жили жители Башкортостана А уж что говорить, как вот следует из его доклада И капремонт у него процветает И ремонт подъездов И все-все-все замечательно Вот деньги, правда, не очень осваиваются Но он все равно их освоит Я верю в него В общем, конечно, честно говоря Все это похоже на какие-то потемкинские деревни Особенно на фоне того, что на самом деле рассказывают люди о ЖКХ Вот вчера мне только был очень примечательный звонок из Стерльтамака Где мне рассказали две схемы, которые ну просто ни в какие ворота Которые реализуются в этом замечательном городе В частности, мне рассказали, например, что там совершенно чудовищная какая-то задолженность за отопление Чуть ли не миллиард двести в общей сложности там эта задолженность существует И очень забавно, что местные поставщики тепла заявляют о том, что им должны неизвестные управляющие компании Вот это особенно берет за душу То есть порядка девятисот миллионов рублей Поставщики тепла будут вынуждены, видимо, по их мнению, списывать со счетов Но это ведь не так На самом деле мы заплатим потом за эти все вещи Вообще история с ЖКХ начинает раскалываться на две части Первая часть это формально парадная То, что докладывается начальству и то, что показывается по БСТ А вторая это реальная часть, которую мы можем видеть собственными глазами Потому я все-таки останусь при своем Я полагаю, что господин Морзаев ровно так же не способен руководить министерством ЖКХ Как он не способен был руководить министерством транспорта и дорожного строительства И потому нас ждут очень тяжелые, очень неприятные моменты в области ЖКХ Как бы ни старался Морзаев выставить их в розовом свете Все чаще и чаще Радий Фаритович отменяет неприятные темы на оперативных совещаниях Видимо он следует общему тренду Вы знаете, вот на прошлой неделе в правительстве России приняли решение о минимизации плохих новостей Собственно это касается публикации статистики Решено поменьше россиянам давать статистики Потому что те, кто умеет и все еще умеют читать и считать Понимают, что дела в Российской Федерации идут все хуже и хуже И статистика это подтверждает Вот российское правительство решило уменьшить объем выдаваемой в информационное поле статистики Чтобы не пугать россиян Судя по всему Хабиров тоже решил уменьшить количество печальных новостей и обсуждений в эфире И завершая оперативное совещание он отменил доклад по вопросу разметки на дорогах Мы вот неоднократно вспоминали об этом и недоумеваем Как же так? Второй год практически в Уфе и в республике почти не делается разметка на дорогах Казалось бы, вот это нужно обсуждать и нужно искать виновных и выявлять причины этой проблемы Но Хабиров наоборот, отменяет Он перенес куда-то там на какой-то закрытый транспортный час обсуждения этого вопроса Не хочет ради Фаридовича слушать о печальном Не хочет получать отзывы, которые неизбежно возникнут Но разметка от этого точно не появится Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова